новичка у новичка очень часто не хватает смелости потому что а умение здесь речь не идет а просто смелости не хватает положить более глубокий темный цвет ему кажется что вот он этим все испортить ничего не испортит потому что сверху у нас ложится сверху но зато ощущение объема становится намного больше палец универсальный инструмент он вот эту мягкость касаний сохраняет всегда помним о касаниях одного предмета к другому не везде линия жесткая где-то здесь она своей жесткостью проявилась своей темнотой жесткостью и конкретно где-то потерялась размазалась возвращаем на место апельсинчики смотрите когда просто делается одним движением и мы все вернули на круги со даже еще лучше получилась возвращаем на место в траву мураву кисть делает то же самое что делает на стихин просто нужно ее держать правильно поскольку запачкали кисть возвращаемся вверх смотрите пожалуйста значит листочки как устроены это не отдельно один листочек потом один листочек и еще один листочек тоже очень распространенная ошибка это некая густота листвы в котором один листок перекрывает другой а не соседи и благополучно уживаются сама густота краски помогает нам выстраивать вот эти листья принцип укладки один и тот же что здесь что здесь вот жир и масло мы идем от темного к светлому где-то сквозь листву просвечивается стена отдельные листики чуть чуть более прописанные на фоне светлой стены они более темны мы еще потом стеной сюда подлезем светлой подсунем туда еще краску и вот это вырезанность листвы больше покажется проявится листики апельсинового дерева такие остренькие длинненькие и они входят вниз залазим светлотой самим светом формируем вот эту рваность листвы и растяжкой и растяжкой обратите внимание я меняю положение кисти вот такой с обрисовочной на укладочную то есть кисть сдает всю краску если так я могу что-то обрисовать этой кистью то так я послушно укладываю краску аналогия аналогия совершенная аналогия вот этого инструмента вот этого ну и по возможности количество краски кистью должно быть аналогично укладке пальцев вот давайте обсудим посмотрите поскольку мы рисуем с фотоматериала совершенно очевидно что фотохудожник не сами они так упали два два вот там вот спрятавшиеся да два и два апельсинов а еще вот здесь наверху сейчас мы тут же тут же сюда поставим вот к примеру чтобы не занимать время мы к ним вернемся еще значит два 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 и два то ли он такую задумку какую-то сам придумал то ли это красиво ну давайте посмотрим давайте может быть сюда пририсуем третий например посмотрим что из этого получилось получится это вот к вопросу об изучении композиции особенно пленэрной когда мы пишем работы больших мастеров то там какие-то очевидные факты мы просто замечаем и копируем их учимся а будучи на пленэре нам необходимо самим выстраивать какой-то композиционный ряд ну вот учимся смотрим стало красивее или нет ну вот этот кусок красивее не стал то есть он в шахматном порядке расставил вот эти предметы даже если мы передвинем этот предмет ближе дабы избежать какого-то шахматных например но все равно это не сильно красиво вот эта линия повторяется да значит не даром он расставил предметы таким вот образом ну в общем следуем уже как бы продуманному по продуманному пути идем ну вот обратите внимание что даже вот это оранжевое пятно которое здесь появилось совершенно ничуть нам не помешало мы его с успехом убрали краской не надо бояться экспериментов ну вот заметно что горшок у нас должен отбрасывать тень здесь мы тенечку положили а вот про это забыли значит беспредел этот устраняем и подкладываем тень которая отбрасывает горшок значит вроде бы одна и та же тень да но это почему-то светлее а это получилось почему-то темнее законный вопрос почему так значит ответ эта часть у нас освещена солнцем и мало того она сама бела и тень отбрасывая предмета стремится быть более светлой более светлой а тень уже на покрашенный предмет она в себя впитывает еще и цвет этого предмета значит в тени вот этой тени вот эта белесость не должна присутствовать это ультрамарин плюс красный дает вот эту глубину глубину теневых по густоте теневую у нас не любят много, поэтому желательно ее туда втереть но как бы не до жухлости но много краски теневую не любят Цвет любит много краски. Усиливаем теневую под горшком. Здесь даже может появиться уже и зеленца. Вот в этот цвет, утрамарин с красным, еще и зеленцу. Подсовываем и увеличиваем глубину тени. Позволим себе вот такую роскошь. Граница света и тени. Это всегда красиво. И помним про тот факт, что не везде одинаково жестко. Ну и касание теневых на самом горшке к свету. По форме предмета. По форме предмета.